Истинно в вине, говорили древние. Но вот в каком именно, выяснял Сергей Шерстнев. Оптимальная температура хранения вина – это 10-12 градусов. И также существуют параметры влажности, при которой хранится вино – это 85%. Она знает про вино всё. Фаридас Абитова – главный технолог единственного в Казани винзавода. Свою работу любит. О вине готова говорить часами. Сначала бутылка ополаскивается на ополаскивателе, потом на моноблоке розлива вино заливается. Казанский винзавод – предприятие вторичного виноделия. Местный суровый климат не позволяет выращивать виноград винных сортов. Поэтому вино в Казань привозят по железной дороге, в специальных цистернах-термосах. Сегодня у завода три региона поставщика. «Украина, Одесская область поставляет нам красные вина и когоры. Из моего родного Краснодарского края завозят виноматериалы для производства шампанского и игристых вин. И именно Темрюкский район выбран для этого не случайно». «Именно там территория, которая окружена двумя морями – это Чёрное и Азовское море. И это очень положительно влияет на произрастание винограда именно шампанских сортов». Третий регион поставщик – Румыния. Области Катнарь и Мурфатлар – родина сладких и полусладких вин. Идеальный подлетний шашлык. Тонкий особый вкус, близкий к французскому вину. Это объяснимо. Мурфатлар находится на одной географической широте с прославленным французским винодельческим регионом Бордо. Специалисты открыли нам секрет, что самое вкусное вино и шампанское бывает в этих гигантских ёмкостях. Они называются акратофоры. Например, в этом находится совершенно новый сорт, который не пробовал ещё ни один казанец. Он называется линделе мускатное. И я буду первым потребителем, который его попробует. Действительно, напиток богов. 100 гигантских цистерн способны вместить полтора миллиона литров. Увы, при фильтрации и бутилировании часть неповторимого букета неизбежно теряется. Эта линия разлива итальянского производства производит порядка 8 тысяч бутылок вина и шампанского в час. В целом, производственный цикл от пустой бутылки до готового продукта занимает 10 минут. Кстати, статистика говорит о том, что казанцы особенно предпочитают красное полусладкое. Водка всё же на первом месте. По статистике, 72% всех употребляемых населением Татарстана алкогольных напитков приходится на беленькую. Вино занимает второе место – 16,5%. На третьем – аристократическое шампанское. Далее идёт пиво. Коньяк на последнем – менее 2%. Греха нечего таить. Сегодня химию хорошо все изучили. Вместо, скажем, натурального вина может проскочить ненатуральное вино. Применяют всевозможные ароматизаторы, красители. Грешно даже синтетически. Алексей Казаков, глава Республиканской госалкогольинспекции, утверждает – то, что продаётся в магазинах, пить можно. Его специалисты проверяют качество всех напитков, вплоть до питьевой воды. Проверяют на совесть. За прошлый год в суд передано 8 административных дел. В основном это производители Дагестана, Ставропольского, Краснодарских краёв. И продукция – это вина, коньяки. Внимание! Я всех вижу абсолютно. Поэтому прошу тишины. Здесь строго, как на госэкзамене по математике. На Западе это называется «Школой Сомелье». У нас – Республиканской дегустационной комиссией. Прозрачность обычно оценивается при естественном свете. Но если более точно, то необходимо в слабых лучах электролампы или же при свечке, особенно красной. Анатолий Яковлевич – Яланецкий, кандидат технических наук, эксперт международного класса. Послушать украинского коллегу приехали специалисты по вину из 8 регионов. То, о чём сейчас идёт речь в этом зале – основы органолептического анализа. Главное оружие профессионального дегустатора – глаза, нос и рот. Потому любой напиток оценивается по трём основным критериям – цвет, запах и только потом вкус. По воспоминаниям из моего кубанского детства, редкая семья добропорядочных станичников садилась за стол вечерять без трёхлитрового баллончика, яблочного или виноградного сухача собственного производства. В семье Помеловых из посёлка Новоюдина – это тоже хорошая традиция. Владимир Александрович в виноводочном вопросе доверяют исключительно своим рукам. Всю жизнь отпахал на вертолётном заводе. А как вышел на пенсию, решил освоить новое для себя ремесло. Благо, есть свой дом и сад. Это двухгодичный, да? Видите, какой он? А это уже трёхгодичный. Она уже даёт, как говорится, натуральную крепкость и красоту даёт. За пять лет Владимир Александрович научился делать не только яблочное вино. В его погребке стройными рядами стоят банки с вишнёвым, малиновым и даже клубничным. Особый деликатес – вино из черноплодной рябины. Правда, и хлопот с ним больше. Ягоды труднее обрабатывать, да и руки чернеют, потом не отмоешь. А если уже надо, как говорится, для крепкости, туда разрушается добавлять и спирт, и водку добавляет. Это у нас креплённое уже получается? Уже получает креплённое. Но я держу вот большинство не креплённое. Скоро у Владимира Александровича и Галины Яковлевны большой праздник – золотая свадьба. Гостей будет много. Но Владимир Помилов не пойдёт в магазин за вином. Свою многочисленную родню он будет угощать собственным продуктом. Ну что, выпьем, как говорится, за пробу, что такое за вино, и вот как она даёт. Родные и близкие Помилову в восторге от винодельческих талантов Владимира Александровича. А вот как оценили его продукт профессионалы-дегустаторы из госалкогольинспекции Татарстана. Здесь, наверное, небольшое, нет, здесь 12-м где-то так, не сильно, оно не сильно креплённое, но спирт добавлен. Дабы окончательно расставить все точки над «и», специалисты решили не ограничиваться органолептическим анализом. В дело вступили колбы, реторты и химические элементы. Происходит перегонка вина, в эту колбу мы собираем водно-спиртовый раствор для определения крепости. И вот окончательный вердикт. Это вино не претендует на соответствие какому-либо стандарту. Ну, приготовлено, наверное, для своего удовольствия, но, в принципе, оно получилось. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Сергей Шерстнёв, Оксана Малюга, телеканал «Эфир». Ну, давай, пока. Ну, давай, пока.